Образ Надежды Ангарской на шоу Comedy Woman – это женщина, которая всегда хочет есть, но в то же время переживает из-за лишнего веса. За последние полтора года Надежда так сильно похудела, что образ толстушки придется менять. Что же происходит в жизни актрисы, которой недавно исполнилось 39 лет? Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Далее мы расскажем, насколько похудела Ангарская, почему подала на развод, зачем продала выигранную квартиру и многое другое. В 2020 году Надежда стала победительницей реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». В качестве приза летом прошлого года она получила ключи от просторной однокомнатной квартиры в элитной московской многоэтажке. Однако всего несколько месяцев спустя в интервью русскому радио актриса призналась, что продала выигранную недвижимость. Квартира была в Москве, не за МКАДом, с этим все нормально, ответила Ангарская на шуточное предположение ведущей о том, что жилье располагалось далеко от центра Москвы. Однако причину продажи актриса уточнять не стала. Известно, что на тот момент у Надежды было семь невыплаченных кредитов, а заморозка Comedy Woman не лучшим образом сказалась на ее кошельке. По этой причине некоторые СМИ предположили, что вырученная с продажи квартиры сумма пошла на погашение кредитов. К слову, в новом сезоне последнего героя Надежда также принимала участие и была в числе претендентов на победу. Однако неожиданно для всех она добровольно покинула шоу, отдав свое место другому участнику. Недавно Надежда Ангарская в программе «Судьба человека» впервые откровенно рассказала о разводе с супругом. Напомним, звезда Comedy Woman была пять лет замужем за иорданцем по имени Раэт Бани. Пара познакомилась в соцсетях и вскоре после личной встречи пара поженилась. Через два года в семье родился сын Давид. В интервью Надежда призналась, что хотела выйти замуж раз и навсегда. Она очень любила Бани, однако почти сразу же после свадьбы отношение мужик не изменилось. Он постоянно устраивал сцены ревности, скандалил и унижал супругу. При этом обеспечивала семью только Ангарская. Раэт Бани нигде не работал. Терпению Надежды пришел конец и в 2019 году она подала на развод. «Никто из нас не нашел кого-то на стороне. Мой супруг превратился в тирана и я не могла в этом больше существовать. Развиваться, работать, быть счастливой женщиной-матерью. Я его очень сильно любила. Когда я писала заявление на развод, у меня лились слезы градом», — рассказала артистка, ведущему программы. По словам Ангарской, после развода, согласно брачному договору, ей достались две квартиры и автомобиль. По признанию актрисы, ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем. Надежда не препятствует его общению с сыном. В интервью журналу «Окей» Ангарская рассказала о своей хорошей интуиции. Она поделилась, что доверяет своему внутреннему голосу. «Например, многие врачи говорили мне про бесплодие, а я начала худеть, заниматься спортом, потом увидела своего будущего мужа в сети ВКонтакте, и у меня был такой тынц, у нас будет ребенок. В 10 классе я говорила, что у меня будет квартира однокомнатная и даже знала, в каком доме. Говорила, что буду жить в Москве, хотя тогда она мне не нравилась», — рассказала актриса. Сыном Давидом Надежда Ангарская забеременела в возрасте 33 лет. Причем всю беременность врачи пугали ее возможными диагнозами. То генетических отклонениях, синдромом Дауна, то неправильным развитием плода. Сказали, что ребенок совсем, даже кишки не вошли в брюшную полость, делилась Ангарская в Инстаграм. Несмотря ни на что, женщина решила рожать. Нашелся врач, который успокоил будущую маму. Он заверил ее, что все будет хорошо. Так и получилось. Давид родился абсолютно здоровым. В студии программы «Судьба человека» Ангарская призналась, что сейчас она снова влюблена. «Я не буду говорить имени моего мужчины. Рядом с ним мне хочется быть женщиной. Он пока не сделал мне предложение. У меня странный вкус. Он из России, но тоже мусульманин. Помогает мне во всех ситуациях, и когда случаются душевные боли, и в работе. Он не лезет в мое творчество», — рассказала Ангарская ведущему Борису Корчевникову. Актриса надеется, что ее сын наконец сможет увидеть правильное отношение мужчины к женщине. Надежда всегда была женщиной с формами. Долгое время артистка весила 130 килограммов, однако за последние полтора года она сильно изменилась. Актриса уже сбросила 37 килограммов. В инстаграм Надежда продемонстрировала несколько снимков до похудения и после него. «Дорогие мои, разрешите минутку самолюбования и хвостовства. Смотрю на фото и не верю, что это я. Но я поняла, что все возможно, главное верить в себя. А года-то мне на пользу, согласитесь», — пишет юмористка. Такого результата артистка добилась упорной работы над собой. Она занимается в тренажерном зале, соблюдает диету и посещает эндокринолога. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и поставьте лайк. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!